Привет! Что читаете? Сегодня дежурной по чтению я, Лукашкина Наталья. В этом выпуске я расскажу о книге Татьяны Богатыревой «Каникулы в Санкт-Петербурге». Татьяна Богатырева – сценарист, писатель, родя в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения по специальности кинодраматург. Впоследствии здесь же получила в аспиранторе специальность киноведения. Работала литературным редактором во многих издательствах. Автор таких книг, как «День матери», «Марианская впадина», «Поэтических сборников», «Нам не снилась», «Память воды» с «Одна колодца». Татьяна Богатырева работала координатором культурных программ в благотворительном фонде. Два года была сценаристом и автором песен в Санкт-Петербургском Государственном детском ледовом театре под руководством Елены Бережной. Сообщение. Максим, 21-20. «Привет! Прости, что вчера не писал. Работы много навалили. Я уже почти взял билет домой. Но пришлось сдать столько работы. Ну как ты там? Как этот парень? Ты писала, что влюбилась. А он что? Судя по тому, что ты о нем говорила, он хороший. Жаль, что у меня работа. Я хочу к вам». Сообщение. Андрей, 22-50. «Нашел самое красивое место в городе, где не был еще никто. Ладно, одно из самых красивых. Хочу тебе его показать. Тебе когда удобно завтра туда пойти? Полина прекрасная». Самое красивое место в городе, по версии Андрея Настоящего, оказалось круглым стеклянным куполом дома Зингера на Невском проспекте. На первых двух этажах легендарного дома, памятник архитектуры федерального значения мог побывать любой желающий. Там теперь находился магазин «Дом книги». А вот пройти наверх, в круглый купол, откуда открывалась изумительная панорама и в украшенную глобусом башенку, мог не каждый простой смертный. И башенку, и последние этажи, и мансарду первого России небоскреба уже лет 10 занимал центральный офис ВКонтакте. А Полина смогла, Андрей очень постарался. Компания «Зингер», та, которая выпускала швейные машинки «Зингер», была в начале прошлого века одной из самых больших и прогрессивных компаний. Уже тогда люди столкнулись с актуальной и в наши дни проблемой. Народу много, но земля в центре дорогая, значит, надо строить здание в высоту, а не в ширину. Дом «Зингера» выстроили в шесть этажей, да еще на уровне седьмого этажа мансарду сделали. По тем временам настоящий небоскреб. Дом украсили драконами и прекрасными валькириями, растительными орнаментами, картошами и раковинами. Воображение петербуржцев поражали крытые стеклянной крышей внутренние дворы, лифты в стиле модерн, механизм автоматической очистки крыши от снега. А знаменитый купол с глобусом вообще стал одним из символов Санкт-Петербурга. Андрею очень хотелось подарить Полине сказку. Тот Петербург, который самым раньше никогда не видел, именно потому, что вырос в этом городе, воспринимал его как часть обыденной жизни и уже не замечал его неповторимую красоту. Хотелось стать кем-то вроде великого Гэтсби, потому что рисуемый воображение дом Полины на берегу далекого Черного моря уже давно успел стать тем самым причалом с зеленым огоньком веры и надежды. Появление Полины открыло Андрею глаза и на родной город, и теперь город виделся ему совсем другим. Все дома были разными. Ни один не повторял ни цветом, ни архитектурой, ни даже подъездом. Другой. Люди казались красивыми, небо высоким, выше, чем раньше. Или раньше он этого не замечал. Почему, когда мы влюбляемся, все вокруг вдруг становится для нас таким красивым, словно мы заново открываем для себя окружающий нас привычный мир? Если бы не ты, я бы всего этого не узнал, вырвалось у Андрея. Полина не стала смеяться, она внимательно слушала, глядя Андрея в глаза. И от этого хотелось говорить и говорить. В смысле, я ведь раньше не очень любила Петербург. Город и город, ничего особенного. А почему? Здесь скучно, холодно, дураки. Вот видишь, а теперь, проезжая мимо этого дома, ты будешь вспоминать, что его придумали и построили люди. В этом вся суть. Все главное и удивительное. То, что на это способны просто люди. Здорово, правда? Правда. И это действительно было правдой. Вечером Максим битый час водил Полину по дворам в надежде отыскать двор ангелов. Вообще, таких дворов в Петербурге было не меньше двух, а может и больше. С недавних пор Максим сделал удивительное открытие. Интернет – это на самом деле целый мир, который распирает от информации по любому вопросу в любой области. Кстати, вот такие отзывы оставляют читатели. Совсем не ожидала под обложкой обнаружить не просто роман, действие которого происходит в Санкт-Петербурге, а настоящий путеводитель по городу. Мринский театр, Петергоф, дом Зингера, маленькие дворики, дворик духов, ангелов, милиционеры дяди Степы, парадные со старинными лифтами. Самое ценное, что в конце книги есть точные адреса каждого местечка, упомянутого в тексте. Планируете путешествие в Питер? Рекомендую обратить внимание на этот легкий роман, который не только вам скрасит время в пути, но и станет отличным путеводителем по городу на Неве. Еще один отзыв. Отличное легкое чтение, молодые непосредственные персонажи. Великолепный Петербург, прекрасная книга для отпуска. Ну и еще одно. В целом история легкая, романтичная и нежная. Книга хорошо подойдет для отдыха на пару вечеров. В смысле, я ведь раньше не очень любил Петербург. Город и город, ничего особенного. А почему? Здесь скучно, холодно, дураки. Вот видишь, а теперь, проезжая мимо этого дома, ты будешь вспоминать, что его придумали и построили люди. В этом вся суть. Все главное и удивительно. То, что на это способны просто люди. Здорово, правда? Правда. И это действительно было правдой. Вечером Максим битый час водил Полину по дворам, в надежде отыскать двор ангелов. Вообще, таких дворов в Петербурге было не меньше двух, а может и больше. С недавних пор Максим сделал удивительное открытие. Интернет. Это на самом деле целый мир, который распирает эту информацию по любому вопросу, в любой области. Мир в телефоне, мир у тебя в кармане. Просто мы не всегда помним, что этим миром можно пользоваться. Сейчас, обретя вполне реальную цель, Максим внезапно вспомнил о возможностях интернета и стал активно им пользоваться, черпая драгоценные знания полной горстью. Первый двор ангелов находился в самом начале Невского, и Максим сразу отверг этот вариант как раз по причине его местонахождения, ну и того, что о нем было очень много написано в интернете. Про этот двор знала куча народу, значит и загадывать желания ходили многие. Второй такой двор вроде бы находился на Васильевском острове, в одном из домов на четвертой линии, так что они с Полиной отправились куда-то туда. По пути посмотрели на бывший дом Полининой бабушки, пожарную часть, садик, где в стеклянном старинном домике жили лошадки, кафе в одном из дворов пешеходной улицы, где обитали кролики и коза, самую узкую улицу города, который называли переулком. Идеальный круглый двор квадратной академии художеств. Двор с глухой-глухой огромной стеной и тремя вытянувшимися одной линией окнами совершенно разных размеров, а также стоящим во дворе каменным драконом в натуральную величину. И, наконец, нашли двор ангелов. Двор ангелов на Невском проспекте, куда они не пошли, представлял собой пятиугольный колодец, образующий тем самым два треугольника, которые по форме напоминали распростертые крылья ангела. Во двор ангелов на Васильевском вели две дороги через две разные арки. Если одна арка была закрыта, можно было попытаться пройти во дворик другой дорогой. Это очень понравилось Максиму, как-то придавало надежду, что ли. Во второй арке обнаружились деревянные полукруглые ворота с чугунными заклепками, но Максим ворота проигнорировал, нашел взглядом ничем не примечательную парадную. За дверью находилось самое обычное полуподвальное помещение, которое вело в другую парадную. Это для Петербурга не редкость. И вот из этой самой второй парадной Максим и Полина вышли в спрятанный дворик и сразу почувствовали себя очень неуклюжими и большими, потому что дворик этот был, наверное, самым маленьким двориком на свете, полтора на два метра. И все. Просто двор-колодец. Глухой и высокий. Очень-очень маленький, с окнами на трех из четырех стен. В центре двора выразительно лежал маленький коврик, который подчеркивал диаметр пространства. Все вместе это вызывало чувство восторга. Вообще-то дворик назывался двориком духов, а не ангелов. Но духи – те же ангелы или что-то вроде. По легенде, как и во дворе на Невском, надо было посмотреть вверх на небо и загадать желание. Максим загадал, а Полина – нет. Она в такие вещи не очень верила, но голову тоже запрокинула и так и стояла, разглядывая голубой квадратик неба, и улыбалась. Все, кто не верит, так улыбаются ангелам. Что может быть прекраснее путешествия? Пожалуй, только любовь. А что, если любовь находит себя во время путешествия? В одной руке – полупустой чемодан с тоником стихов поэта Таганова. В другой – письмо из потустороннего мира. А в телефоне – переписка с Максимом. Вот они, три вещи, заставившие Полину все бросить и срочно вылететь в Санкт-Петербург. Однако Максим, который обещал девушке показать город, внезапно уезжает в командировку и навстречу не приходит. Но вместо него появляется Андрей. Нет, два Андрея. Оба готовы с утра и до глубокой ночи показывать Полине город. Оба смотрят на нее влюбленными глазами, а она все ждет Максима. Открывая для себя город, который подарил первую любовь, ее бабушке и поэту Таганову, кажется, Полина тоже находит свою любовь. Книгу Татьяны Богатыревой можно найти в центре чтения нашей библиотеки. А вы читали «Каникулы в Санкт-Петербурге» Татьяны Богатыревой? Если да, делитесь впечатлениями, оставляйте свои отзывы в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok